как вторую скорость нашла сейчас никого не зашив и сам не зашився давай давай стартур ты чё вот что болит нет ничего из него все успокойся ты чё нам в следующий раз над эти купить рассказал с меня шлем надо было реальным разу заботиться об этом если я тебе сейчас купил шлем этого все не произошло всем привет короче все вы знаете какое сегодня число я все помню макс в этот день рано утром обещал мне что купит мне экипировку для битбайка чтобы я больше не разбивался походу он сейчас вообще спит я думал что он забыл но я все помню вообще да я тогда давно стало часов шесть-семь он сказал купит и пикро экипировку купим тогда когда у меня рано заживёт она у меня уже прошло я вообще уже нет там на следующий день не уж все хорошо было вставай вставай давай вставай вставай быстрее говорю никуда не вставай ты мне обещал завтра вставай я говорю успокойся еще раз говорю щас встану ты ляжешь давай говорите объясните ребят ситуация такова что не знаю вирус или какая-то херня но я очень сильно заболел я как-то уже в одну видосе говорил что еще такое состояние что никогда в жизни так не болело это правда то есть я трое суток вообще в принципе не спал у меня был заложен нос давила все на башку оттуда максимум могла вытекать только кровь и все внутри щипала короче это был просто полный от меня были панические атаки и соответственно я все эти дни я просто неделю практически уже здесь тупо провалялся и поэтому ушел сюда чтобы тут я сплю сейчас не в спальне потому что меня не состоит это сюда просто не надо вижу ты прям весь мокрый весь потевший да у меня лицо уже все шелушится от того что вот просто я там дышу дышу антибиотик в душу этой вот поэтому супер хреново но сейчас я в целом начинаю уже отходить от этого состояния сейчас уже идут поправку потому что как минимум смог уснуть ребят многие из вас уже знают что мне есть своя банда своя группировка с пацанами которые реально прессуют остальных захватывают бизнесы и получают с них доходы и это не в реальной жизни не подумайте это в gta на проекте радмир у нас реально сейчас очень сильно процветает банда очень хорошо мы сейчас развиваемся пацаны реально захватывают заправки кафешки и все в этом духе под свой контроль под свою крышу поэтому мы нуждаемся сейчас в очень хороших игроках которые реально будут поддерживать онлайн стремится развиваться если вас нет таких наук то ничего страшного вам все объяснят вы научитесь и будете приносить пользу для нашей банды поэтому ребят залетайте на 16 сервак присоединяйтесь к нам в нашу группировку и помогайте нам вместе ездить в военной части а воровать патроны также участвовать в захватах а особняков и так далее ссылки укажу в описании игра абсолютно бесплатно для тех кто не знает с можно играть на андроиде на айфоне все это увидите также писание адрес наводите мой промокод он также будет в описании вашинг к нему получите ништяки начальной стадии игры короче всех жду именно строго 16 сервак залетайте мы очень сильно нуждаемся новых игроках а мы с вами будем также взаимодействовать играть а общаться по голосовому чату поэтому у нас с вами будет практически живое общение я лично общаюсь с каждым своим подписчикам которые заходят и встречать меня в игре поэтому жду вы помните этот сопляк просто намотался на дерево в кустах там спидбайка с маленького из детского без детского можете велосипед трехколесный подарить будешь так то сейчас договоришься но все его поддержали что да надо экипировку будет безопаснее все дела пусть учиться ну в общем то надо найти я даже не знаю где она продается я в интернете уже посмотрел пару магазинов в интернете магазин или в пензи магазине в пензи там у них сайта не пись что значит доедем сейчас попозже что соберусь так что-то сказал я тебе пишу в себя сейчас придем и я тебе пишу говоришь что ты сделал что никуда не поедем я тебе пишу говоришь взять просто сядь сейчас доедем все купим все давайте в себя приду потому что я тоже не хочу уже таким убитым еще у меня составлять таком свете еще знаете это место до 1 раз как раз таки макс здесь съел на питбайк вообще второй раз поехал причем как будто было более уверенно чем вот на этом уже все нам и короче на груз такси привезли сюда питбайки как вы помните там надо было заехать купить ему экипировку я сейчас кое-как раз качал сейчас уже не так болезнь себя ощущаю хотя все равно слабость очень сильно присутствует меня башка кружится но и так по тихому с ним думаю покатаясь проконтролирую вот встречайте макса в новой экипировки я думаю что теперь ему не страшны никакие вообще падения и теперь он полностью защищен да еще за короче на локотнике есть это место панциря ну конечно не особо панцирь короче конечно там если я бы на самом деле удачи скажешь наколенники купил наколенники вообще топ вы смотрите тут короче это не просто наколенники они обернуты тут реально слоев наверно 15-20 реально я поэтому ходить не могу да вот они очень прочные ну и шлем соответственно самое основное что нам нужно глупый сильно надо все 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 не буду я единород мне реально она очень маленькая кастрюля ты еще бьешь мне она не по размеру себе шлем получать короче ребят шлем оказался ему не по размеру вот поэтому надо будет найти дома другой и зачем сейчас кататься поедешь зачем ты раздеваешься ну и типом тебя зачем так надевали я не буду не кататься короче самое главное что после он упадешь топ козырек как раз от шлема ему никуда не вошел потому что сама акцент на коверике когда то сидит кроссовый а шлем что-то гонишь ты обещал мне экипировка давайте давайте представим что делаем перезагрузку и так хочу у нас поменялось смотрите это это и наканула котники наколенники шлем но шлем у нас что шлем форт-мажор это не новый шлем и он не наш дело в том что мы пришли в магаз и там не было ни хрена нужных ему шлемаков по его размеру то есть там нужен был ему либо xs xs нужно было да но не было короче подходящих и поэтому пришло сейчас заказать и нам просто дали сказали можем дать просто вам как бы на время потому что мы сказать там сегодня уже выезжать тоже маленький смотри хоть туда вот и дали нам временно вот этот просто шлем думали короче взять нам панцирь но нам сказали что нет от нее смысла что самое основное это наколенники на локотники ну и собственно шлем вот шлем ему конечно большеват но это лучше чем ничего по крайней мере он будет безопасности вот так что следующий раз увидеть новый шлем который мы выбрали под заказ он вот придет буквально уже на днях вот как-то так сейчас будем сейчас я гопро народ достаю убирают камеру чего удобно неудобно зло сгибается а то смотри сейчас кастрюлю могу вернуть дай-ка сейчас с тобой поеду погоди не уезжай да я тоже я из-за тебя из-за себя боюсь я тоже уже не помню как вообще чё пока еще и болел мне еще сил нет ни хрена так поехали я съеду все уже они удержался так сейчас на второй он получился на 3 так думаю переключаться он боится казовать пропасть он на 2 но он газ даже не жмет на он под привык чтоб получился нормально ездить сейчас по крайней мере он уже голову себе не расшибет это уже радует направо направо ну куда ты поехал туда нет он вообще никак не справляется от прям по земле он даже меня не подождал просто уехал и вот все зачем ему меня ждать да сейчас я даже не вижу нигде он сейчас где-то в кустах там уже что ли лежит где он а вон он ждет все-таки неужели додумался когда уехал уже весь круг он уже побыстрее уже прям сильно быстрее на третьего ночи переключать где-то там на второй еду адаптировался понял как кататься теперь третью пробуешь я не знаю чё я вот так вот сижу могу сводит вот это не знаю чё сильно сводит какую вторую скорость у я речу я сейчас на второй да я наехал скорости первой нет она нужна только для старта по сути дальше включаешь вторую ну поставь третью надо научиться переключаться суть именно в том что ты научился переключаться не умеешь переключаться хотите проще даже сцепление заняться просто кверху надо учить их переключать так чтобы чувствовать то что такой давай вот смотри давай нет нет да я пробую вниз и 1 2 3 вот и 4 вот ты понял как надо чтобы им ты чё за находим самое нужное место и всем сразу все надо ну блин но осторожно забей началась опять ездить учимся снова ты все же порешали тогда ничего не слышно за вами смотри короче от получается 2 трогаешься и уже на ходу в чем проблема ребят мы же договаривались вы сюда больше не нет подговорит что мы учимся ездить тут ну тогда нихера не получилось но мы в городе мы пробовали в прошлый раз мы в городе уже пробовали как раз таки покататься в итоге у него сечка на подбородке нам негде больше учиться понимаете просто негде больше вдруг проблем еще и другие места а хочу соседним ворохлом мне да подожди что ж ты сам помолчи дай поговорить просто выдаем чё ты машешь чё ты можешь убери шмотики потому что всех вы не понял откуда такая агрессия то у вас здесь кататься уже вы негде больше он в городе разбился в итоге потому что негде просто здесь самое по сути спокойное место и все сейчас не в состоянии ребят с вами конфликтовать я просто очень сильно болею и сейчас давайте просто сделаем заезд на чё поезд на этой это серьезно ты чё заел кипят на колеса давайте просто будешь конфликтовать она еще фору да ну даже на любом даст вору чё с поездом развалится люди и предыдущие долюсти обгоню короче дать и так если мы сейчас выигрываем вас вы ничего не делать типа просто уезжайте всегда а нам какие условия нам все придумать а вы что хотите если вы выиграть если вы выиграем вы отсюда уехать своих двух русским разы без проблем каких ты чё дурачок берем клиник чё дурак ты чё на чё соглашаешься отошел оттуда сейчас голову . угол я реально сейчас ничем не могу сделать то что вы супер хером станем еще с арматурами причем предлагаешь ты ездить не умеешь чё ты хочешь вот в этом ты тебя смотри и давай сейчас просто поедем их обгоним кого обгоним и ездить не умеем как инвалиды я не умею ездить не умеешь ездить тем более заехать согласно для давай нет сейчас я ему еще условия подожди да ящик вы смотри 5 сек смотри давай так ради твоих лишь личных ощущений смотри мы сейчас ними заезжаем если проигрываем то соответственно ну типа спор есть спор в любом случае на торт мотоцикла мы уходим новый мы не будем покупать все тогда на этом карьера начинающего питбайкер заканчивается согласен на это тогда на такие условия а то сейчас кайфанешь вот покатаешься ты же эту хочет что-то кому-то пытаешься доказать согласен такие условия давай согласен то есть ты понимаешь сейчас последний раз когда ты сядешь на нем покататься окей не мы если уж на таких аппаратов давай давай чувствуем сказали если выбрать не ари пожалуйста башка болит температура реально варим херово себя чувствует без проблем у давай давай два круга вот по этой два круга два круга на два круга и вот здесь конечная точка грубо говоря финиш тут будет тогда что быстрее приезжает эту выиграю чё пух да вот даже если кто-нибудь из вас один выиграет вы страну и потому что мы эти дороги знаем мы когда в любом случае лучше у вас без проблем не представляешь насчет подписался вот у меня плохой питбайк у тебя тоже давайте с тобой у меня он не мало того что сломался у него там окей чок давайте распределять кто с кем короче давайте погнали со мной давай 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 нет я на там поеду вот узнать либо чё кому довериться дурак что камеру возьми то ли отгонись тогда в сторону чтобы не мешали дороге на скорой помощи мы договорились так что мы отсюда уходим и оставляем питбайки эти страшно стало мы за тебя вы на это подписанных на все что у нас есть у папы шашлык дели смешу пистень через зиму я в поворот не пойду самоделка или самокат это вообще как называется главное хоть ему то 80 лет у него хотя бы название есть сейчас по роду надо заходить давай давай у него тоже просто не чувствую его рот 4 подрезать и вставай Субтитры делал DimaTorzok 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 Добавил 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 DimaTorzok ну что все по сути он нормально ездит то есть вот сейчас научишься и будешь там немного гонять начни вот но уже будешь опытный сейчас сам главный перекращай кататься и все самому нравится в целом если вот опустить этот момент да несмотря на падение так далее да ну все тогда мы чете и типа зря покупали что ли давай дальше кататься все давайте удачки сейчас короче ты поедешь круг без меня потому что во первых я без камеры да нет вообще неудобно потому что во первых несмотря на то что я сейчас стою такой веселый то что мы выиграли у меня вообще жесть как все болит я себе коленки отшит вот у меня рука разодранная короче аниме я не чувствую короче я вон вижу то что она опушить чуть я ее не чувствую то что там прям шершавы вся какая-то вот поэтому часто page 1 а я секундомером защита короче засеку за сколько-то этот круг час проедешь понял и не дай бог давай ладно минуту двадцать ложишься в минуту двадцать хотя бы минуту двадцать давай прям вот топи как можешь то сейчас никто не мешается готов а когда раз-два-три давай топи на самом деле нихрена не проедет а думаю за минут 20 даже хотя это на самом деле много просто хочу как то чуть мотивировать чтобы он не бросал не опускал руки потому что видно что ему это нравится то что он он реально сейчас только от него вся голова пидбайком забиты и кипу там он в интернете смотрел но там ему тогда не понравилось там доставка долгая там свайлберс и так далее плюс там по размеру скому что мы там не подойти надо мерить он там все везде перерыл а сейчас получается он проиграл и вот у него чуть-чуть сразу это ну паник на самом деле я просто прекрасно понимаю поэтому сейчас его именно вдохновить мотивирует чтобы он не опускал руки и дальше ну 40 секунд прошло а он даже а где он я не слышу звука он упал по ходу вон он только едет блять серьезно 54 секунды он он только вот одну прямую проехал я пойду второй круг у меня на что-то вообще никуда не годится вот поэтому ребята надеюсь что вы тоже не будете хоть напишите в комментариях потому что он реально смотрят все комментарии которые вы пишете под роликами с ним то есть он не смотрит другие мои видос ничего он смотрит именно те видосы где он есть и всегда больно реагирует на то что вы ему пишите поэтому если вы напишите реально какие-то слова поддержки приятные какие-то слова почти и смотрите почти 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 до 627 на 10 секунд ускориться надо на 10 секунд ускориться что случилось давай еще на круг на 10 секунд ускориться понял что там сейчас начать очень долго ехал давай на старт вставать все пошел давай раз-два-три все погнал 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 вот короче он читает все ваши комментарии и когда его там всех эти что-то плохой про не пишет его очень сильно это задевает несмотря на то что какие-то не у сложность характер есть любом случае он подростками переходный возраст он болезненно много реагирует поэтому напишите пожалуйста слова поддержки чтобы наоборот не бросал что все у него там получится так далее он по-любому прямо будет вот супер вдохновленный и заряженный после этого потому что положительный комментарий в любом случае в его возрасте приятнее читать вот поэтому каждому комментарию я в том числе тоже буду рад давай давай 10 секунд восемь семь шесть пять четыре 2 1 я не успел не успел три секунды успел лучше предыдущий раз ну лучше но все равно ты вначале почему так долго тупишь там где-то на поворотах нет вон там на повороте теряешь ты знаешь как когда начинаешь там выруливать чуть-чуть наклону так могу свешивай и пора входи с ногой любом случае себя комфортнее будет чувствуешь в случае вот его выставишь и легче заходит порой это так да еще раз последний крайне точнее нельзя говорить последний контрольный сейчас не делаю за 20 секунд затем минут 20 я больше никогда не залезаю давай тебя зацепить никто не тянул давай раз два три короче услышишь сами он сказал что если сейчас он минут 20 не укладывается до этой точки не доезжает за минуту 20 то больше на питбайк он не садится и тогда мы не знаю его либо разыграем среди подписчиков либо продадим да можно в принципе разыграть или подписчику потому что я думаю не уложится но отнимать конечно буду если он сам примет такое решение то тогда уже будем думать соответственно вот это тоже не нужно будет нам тоже будем уже с ним что-то решать вот 30 секунд уже прошло он опять он там очень долго тупит прям очень много времени он там теряет вон он вон он вон он вы кстати чуть-чуть побыстрее как будто сейчас писать реально чуть-чуть побыстрее 43 44 45 ему сейчас там ускоряться на а где он 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 ему сейчас ускоряться еще 20 30 секунд него 25 секунд давай-давай-давай-давай-давай уже прям гораздо лучше давай-давай-давай минут 11 что мотивировался сейчас гораздо быстрее то есть когда ты с этим типом ехал я секундомер ставил был знаешь сколько подожди держи две минуты с лишним короче ребят подписывайтесь на канал про комментарии вам сказал и продолжение я думаю будет потому что шлем ему скоро придет тренироваться мы тут можем я думаю придумаем что-нибудь прикольный кончей мир может спидбай камчись комментариях какой контент можно снять именно спидбайком пр cattle есть по быстрому пока я разговариваю какой может контент снять спидбайком, чтобы интересно, какой-то челлендж, что-то интересное, может реально с ним устроим челлендж, чтобы быстрее до какой-то точки доберется, но я себе трассу, допустим, больше сделаю, чем ему, что-нибудь такое, короче, тоже буду читать комментарии касаемо этого, потому что я так понял, что пока сезон, вам интересно смотреть про все эти квадрики, пидбайки и так далее, поэтому всех жду в комментариях, обязательно ставьте лайк, до новых встреч, пока!